к компьютерному зрению. Так уж получилось, что я каким-то боком, скажем так, я занимался этим вопросом, и в данный доклад я хотел бы познакомить вас с некоторыми подходами в связи с тем, что делается в этой области, ну и какие классические подходы к аутентификации личности по отпечатку пальца. Итак, ну, если вообще говорить о биометрической аутентификации и идентификации, да, тут у нас есть две такие две основные задачи. Чем отличие? Аутентификация. Это задача проверки подлинности, то есть когда у нас есть некоторый образец, который нужно сравнить, и мы пытаемся, и у нас есть какого-то биометрического признака, не обязательно отпечатка, и наша задача определить, то есть тот признак, который мы взяли у пользователя, являются ли эти два признака идентичными или нет, то есть является ли наш пользователь тем, скажем так, за кого себя выдает или нет. Идентификация, задача, задача идентификации, она более сложная. В данном случае нам нужно по тому биометрическому признаку, который мы взяли у пользователя, и нам нужно определить его личность. При этом мы сравниваем данный признак с большим количеством этих признаков, которые у нас есть в некоторой базе данных. Задача более сложная, здесь достаточно большие ограничения на скорость работы, потому что база данных может быть очень большая, например, база данных всех жителей, например, какой-то страны и так далее. И такая задача более сложная. Но в основном, конечно же, мы работаем с… в основном ставится задача аутентификации. Она более простая. Ну вот здесь вот приведены основные, скажем так, распределения биометрического рынка, то есть основных признаков на рынке, которые используются. Цифры очень условные, то есть оно там все время колеблется, но тем не менее, как мы можем сказать, что в основном для аутентификации используются, это, конечно же, отпечатки пальцев. Это не самый точный метод и не самый лучший, однако он достаточно простой. Простой в плане снятия, как снятия отпечатков, так и соответствующих баз. Он достаточно точен даже по сравнению с многими другими, например, динамическими, такими как подпись, голос, походка. То есть вот эти все динамические признаки дают намного более низкую точность, чем статические. Ну такие вещи, как ДНК, например, то есть мы используем очень редко, хотя этот признак является самым лучшим и дает самую высокую точность аутентификации. Так что же касается отпечатков пальцев, то есть мы поговорим в первую очередь о них, конечно же. Ну, вначале нам нужно получить этот отпечаток, и существует достаточно большое количество сканеров отпечатков. Ну, из них можно выделить вот три основных типа. Это оптические, и из оптических это у нас F-тир сканеры, ну, в основном используются. В чем суть этих сканеров? В том, что у нас есть некоторая поверхность, на которой кладется палец, и мы под некоторым углом просто освещаем, под одним углом мы освещаем поверхность, и с другой стороны есть камера, которая снимает эту поверхность. Это самые простые, самые распространенные сканеры, самые простые, самые дешевые, однако и они менее всего защищенные. В каком плане? Что мы можем сюда просто приложить фотографию отпечатка, или там, я не знаю, какой-то снимок отпечатка, и это сработает. То есть таким образом мы можем обмануть систему от идентификации. И вот эти оптические сканеры, они не устойчивы к этому. Значит, полупроводниковые, ну, то есть по иерархии, они реже используются, однако они как раз устойчивы к этим подобным атакам. И в чем основная суть? Дело в том, что мы пропускаем через кожу человека ток, и на основании полупроводниковых эффектов мы получаем отпечаток пальца. В основном используются ямкостные. Ямкостные, кстати говоря, вот именно данный тип сканеров стоит на айфоне, и таким образом получается отпечаток пальца. Кстати говоря, вот в компьютерах, в ноутбуках в свое время как раз используются именно оптические и оптические протяжные. Протяжные – это значит, что у нас, ну вот пример, у нас есть такая просто полоска, по которой нужно провести пальцем. Вот в подобных, в подобных такие же есть и ямкостные, значит, подобные сканеры, в них рождается еще одна задача. Это задача, собственно говоря, из кусочков отпечатка сформировать один большой отпечаток. Задача достаточно сложная, но на данный момент она полностью решена, в принципе, там исследований никаких не ведется. сложность, она заключается в том, что, как правило, значит, когда мы проводим, то палец немножко деформируется. За счет этого нам очень сложно, ну мы не можем напрямую сопоставить, взять и сопоставить фрагменты отпечатка, и ввести их в цельный отпечаток. Там записываются все возможные искажения, которые есть, и решается задача оптимизации, и таким образом как бы то есть формируется палец, полное изображение отпечатка. Ультразвуковые, они наиболее точные здесь, то есть формирование изображения производится путем ультразвука. Это посылание ультразвука на отпечаток, и по скорости прохождения от датчика и отражения от пальца, возврата назад, формируется изображение. Это наиболее дорогие сканеры, но они самые точные, но они используются очень редко, потому что они, помимо этого, они еще достаточно громоздкие. После того, как изображение получается… Кстати, примеры изображений, которые получаются со сканеров отпечатков пальцев, мы видим, что они достаточно разнообразные, разного качества, под разными углами, в общем, здесь достаточно много дефектов. И, собственно говоря, основные проблемы того, что… Ну, проблема сравнения двух отпечатков и аутентификации пользователя, она как раз заключается в том, что… То есть мы не можем просто так сравнивать картинки, потому что изображения зачастую очень сильно зашимлены, и они разного качества, плюс мы не можем использовать корреляцию, потому что, по сути дела, все изображения очень похожи друг на друга, то есть специфика изображений. И также у нас есть различные ориентации, нам это тоже нужно учитывать, каким-то образом устранить. И зачастую у нас может быть… отсутствовать часть отпечатка после сканирования. То есть на каком-то, например, на оригинале у нас полный палец, а после результата сканирования у нас только часть. И тоже нам нужно как-то эту задачу решить. Значит, хотелось бы обратиться к классике, как бы к дактилоскопии, как это делалось до компьютера, как это все делалось вручную, и на чем дактилоскописты основываются при принятии решения о том, что является ли два отпечатка пальца идентичными или нет. Значит, что мы видим вообще на отпечатках пальцев? Раньше выделялось два уровня признаков, так называемые глобальные и локальные признаки. Сейчас выделяются три уровня признаков, но я дальше покажу, в чем суть, почему появился еще третий уровень. Первые, так называемые глобальные признаки, значит, их два всего, это ядро и дельта. Сам же рисунок, вот эти сами вот эти линии, это называются популярные линии, и сам узор называется популярным узором. Так вот ядро — это некоторая точка на отпечатке пальца, вокруг которого все эти линии огибают. А дельта — это точка, в которой эти популярные линии расходятся в трех различных направлениях. Естественно, по данным признакам мы не можем аудентифицировать личность, но тем не менее нахождение этих признаков нам будет очень важно. И в зависимости от видов ядра и дельты, наличия их и отсутствия, выделяют вот такие виды отпечатков пальцев, такие как спираль, петля и дуга. Еще иногда называют завиток арка. Это первый уровень признаков. Второй уровень признаков — это их несколько. Первый, самый главный — это так называемые минутции. Ну, антонисского мьюча, мелочь. Что это такое? Это вот у нас есть популярные линии наши и точки, значит, точка, в которой популярная линия заканчивается, либо раздваивается, что на самом деле одно и то же в случае инверсии изображения. Вот эти точки называются минутциями. И есть достаточно большое количество модификаций этих точек. Например, вот такая как островок, когда у нас коротенькая линия, где есть у нас одна минутция и другая минутция. И на самом деле это вот минутции на отпечатке пальцев, они являются уникальными. И именно по этим признакам происходит амотификация в дактилоскопии. То есть вот еще в те времена именно находили эти минутции, по характеру этих минутций, по ихнему взаимному расположению и происходит амотификация. Другим подходом, также является, другим локальным признаком являются текстурные признаки отпечатка пальца. То есть это признаки, которые мы вытаскиваем из самого популярного узора. Это такие, как частота, например, частота линий, поле градиентов, в какую сторону направлены эти линии. И другие. Здесь используются, очень часто применяются вивлет преобразования и другие. Но вот эти признаки, они как бы более второстепенные. И очень много из алгоритмов по аутентификации основаны на этих признаках, но тем не менее процентов 80, наверное, все-таки это использование минутций. И есть третий уровень, он используется очень редко и начинает получать популярность. Но это поры. Это то, почему он появился недавно, потому что у нас появились просто сканеры, которые способны видеть поры достаточно хорошо. И, конечно же, расположение пор, оно тоже очень уникально. И есть методы, которые позволяют аутентифицировать на основании пор, но вот эти методы, они все-таки более редкие, потому что таких сканеров мало. И такие подходы не для всех сканеров годятся, и они не являются универсальными. Итак, как же работают классические методы по аутентификации изображения? То есть, собственно говоря, как нам сравнивать наши отпечатки по данным признакам? Первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, повысить качество. То есть, если у нас качество изображения вот такого плана, то, естественно, нам нужно его выровнять. Ну, первое, что мы делаем, выровняем по интенсивности, и также нам важно определить, где у нас все-таки отпечаток, а где нет отпечаток, потому что у нас, может быть, на изображении нужно локализовать, скажем так, отпечаток. Но, как правило, это делается по частотным характеристикам и по встречаемости белых и черных цветов. То есть вот здесь видно, что выкидываются уголки, потому что мы считаем, что вот здесь по углам у нас не отпечаток изображения. Дальше мы видим, что все равно на изображении, например, у нас достаточно много разрывов, хотя на самом деле мы понимаем, что на отпечатке все-таки вот эти точки это не минутции. То есть вот это ядро дельта. Сейчас где тут у нас, давайте найдем, вот, например, вот минутция, нам бы ее хотелось бы найти, но при этом вот такие точки нам хотелось бы пропускать. Поэтому нам, конечно же, нужно дальше повышать качество изображения. И достаточно мощным инструментом в этом плане являются так называемые фильтры Габора. Думаю, ну не знаю, кто-то, если может быть знаком с этим, не знаком. Значит, это четырехпараметрические фильтры. Ну в данном случае у нас x, y — это координаты. И фильтры имеют четыре параметра. Ну, фактически это произведение нашей экспоненты на косинусоиду. В данном, значит, параметр φ — это параметр ориентации нашего фильтра. Лямбда — длина волны. Длина волны нашей косинусоида, то есть насколько далеко мы захватываем и насколько сильно мы хотим края погасить. Сигма — это, ну, понятно, да, то есть сигма — это наша сигма, в гауссиане — это наша дисперсия. Гамма — это соотношение, вот это вот соотношение в, ну, скажем так, минимумов и максимумов, и соотношение дисперсий в нашем фильтре. И φ — это наш сдвиг фильтра. То есть если мы хотим, например, сделать вот такое вот, то есть максимум, минимум, либо же мы, например, хотим оставить только один максимум и по бокам сделать минимум. Очень мощные так называемые банки фильтров, они используются в большом количестве примеров в власти антификации и анализа отпечатков пальцев. В чем сила вот этих фильтров в том, что мы можем сразу получить как и саму локальную текстуру популярного узора, так и ориентацию, направление и вообще сам вид этого узора. Мы строим достаточно большое количество таких фильтров. Ну, их на самом деле намного больше. То есть мы видим, да, что они у нас с разными ориентациями, с разной интенсивностью. Вот такие, кстати, фильтры нас менее интересуют, нас более интересуют вот такие вот фильтры подобные. Более широкие, менее широкие. Вот. И мы прогоняем наше изображение по вот такому вот огромному банку фильтров, которые мы готовим предварительно. Оп. Это. Ага. И вот, собственно говоря, результат. Мы видим, как у нас четко стали видны, виден популярный узор, и мы избавили большого количества. И вот с таким изображением отпечатка уже, конечно, можно работать. Он стал, конечно, намного более лучше. Теперь наша следующая задача — это определение ядра и дельты. Ну, существует достаточно много различных подходов к тому, как это делается. Я покажу один из них, так называемый алгоритм, алгоритм, основанный на индексе Планк-Ре. Что мы делаем? Вот у нас есть изображение, изображение отпечатка. Мы находим градиенты. Ну, градиенты мы находим простым способом, то есть с помощью оператора Собеля. Прогоняя, да, сделая свертку нашего изображения с вот такими вот операторами. Да, вот здесь вот можете… Оригинальная статья, в которой был рассмотрен, предложен вот этот вот метод. После того, как мы нашли градиенты, мы определяем угол направления градиента в каждой точке. И в данном случае, как бы у нас наш угол, вот на данной картинке, он у нас лежит от минус 90 до 90 градусов. У нас есть вот такая четкая граница. Мы видим, да, что как у нас вырисовывается вот эта точка, популярные линии, которую огибают. Очень хорошо. Нам нужно как раз эту точку задетектировать. Ну, для того, чтобы избавиться от вот этой линии, мы вводим просто изображение. И дальше мы вычисляем, опять-таки, делаем свертку и вычисляем градиенты вот уже данного изображения по x и по y. Получаем вот такие вот результаты. И дальше мы вычисляем индекс планкаре путем тоже вот такой вот следующей свертки. И, значит, свертка в каждой точке делается по вот такой формуле. Вот мы после этого мы еще вычисляем вот такие вот свертки. И вот здесь вот приведено наше значение индекса планкаре. И, значит, нужно показать, что если он у нас равен 2π, то это точка ядра. Если равен минус 2π, то это точка дельты. Ну, и, как правило, то есть по краям у нас может быть шум, который мы отбрасываем. То есть мы рассматриваем точку в серединке. Ну, таким образом, вот мы находим наше ядро. Вот примеры нахождения ядра на разных отпечатках пальцев. Ну, квадратика у нас показано ядро. Что мы ошибаемся иногда. Ну, вот крестика у нас показана дельта. Но ошибка может состоять в зависимости, конечно, от качества изображения. Ну, там до 15 пикселей, я думаю. Где-то так. Хотя, опять-таки, это не самый лучший метод. Есть методы, которые позволяют повышать точность. И, я думаю, в современных системах используются именно они. Ну, после того, как мы нашли ядро дельту, значит, нам нужно теперь найти минусы. Ну, что мы делаем вначале? Вначале мы просто возьмем и сделаем бинаризацию. Обычно приведем наше изображение к черно-белому. И дальше мы бы хотели сделать наши линии очень тонкими для того, чтобы определять. То есть мы делаем просто скейтлитонизацию. То есть мы хотим сделать так, чтобы все наши линии были в один пиксель. Что мы для этого делаем? Есть очень много методов бинаризации. Но в данном случае, я думаю, нам подходят даже самые простые методы, потому что изображение у нас достаточно характерное и не очень сложное для скейтлитонизации. Ну, я расскажу про метод скейтлитонизации с помощью бинарных шаблонов. Что мы делаем? У нас мы берем вот такое вот количество фильтров. Здесь черный пиксель соответствует нолику, белый пиксель соответствует 250. Я не знаю, видно или нет. А вот эти вот пиксели, они серые. Серые – это означает, что значение этого пикселя нам не интересует. Таким образом мы видим, что вот это все – это наши уголки в различных версиях. Но вот это некоторая такая буква Т. Мы берем и для каждого такого шаблона проходим по изображению, то есть делаем свертку. И если наше изображение совпало с каким-то из шаблонов, то мы центральный элемент меняем на противоположный. После этого, для того, чтобы убрать некоторые шумы, мы также прогоняем изображение еще вот такими фильтрами, для того, чтобы улучшить количество скейтлитонизации. Но основными шаблонами, такими фильтрами у нас являются вот эти. Мы продолжаем эту процедуру, пока на каждом шаге наши линии будут утончаться, 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 пока они не станут толщиной в один пиксель. То есть мы прогоняем этот алгоритм до тех пор, пока изображение не будет меняться. И вот мы видим результат скейтлитонизации. Мы видим, что все наши изображения наше изображение стало длиной в один пиксель. После этого еще используются различные методы улучшения этого изображения. И анализы, например, мы видим, что здесь у нас есть некоторые проблемы, погрешности. Мы видим, что мы немножко не довели где-то и так далее. У нас будут определенные ложные срабатывания. Но подобные вещи, они как раз решаются тем, что мы знаем, что это дельта, мы уже это обнаружили, а что вот это ядро. И, как правило, вот в этой окрестности мы говорим, что мы не рассматриваем, например, все минуты. То есть мы знаем, что в этой окрестности, в этой области нет минуты. Как же определяется минуты в данном случае? Это делается очень просто. Дело в том, что теперь у нас все линии длиной один и толщиной единица. И мы берем область размера 3х3 и смотрим, если у нас есть точка и рядом есть только одна точка, либо три точки, то это минуты. Если у нас есть некоторая точка изображения и рядом есть только две точки, то в таком случае это не является некоторой особой точкой. То есть достаточно просто взять и определить. Вот здесь приведены все первоначальные минуты, которые были найдены на изображении отпечатка пальца. После этого мы фильтруем, мы убираем все граничные точки и оставляем только внутренние. Более того, мы также можем определить и, во-первых, тип минуты, то есть это открытие, либо закрытие, бифуркация, либо окончание. И мы можем также определить направление этой минуты. Это очень важный дескриптор для отпечатка пальца. На самом деле после этого, как правило, когда мы снимаем отпечаток, мы не храним сам отпечаток, а мы храним некоторую вот такую вот карту наших минут. И они, как правило, еще объединяются в граф, и где высчитываются все попарные расстояния, либо делается просто триангуляция на данном множестве точек, триангуляция ДЛН, как правило. И высчитываются просто длины всех этих треугольников. Теперь, что касается того, то есть после того, как мы получили некоторый дескриптор нашего изображения отпечатка пальца, что касается сравнения. Теперь сопоставить отпечатки достаточно просто. Что мы делаем? Мы вначале централизуем наше изображение, мы совмещаем ядра, и если есть дельта, то мы совмещаем дельты. После этого мы берем некоторые пары минутций и сопоставляем их, и проверяем, совпали ли все остальные минутции. Если нет, берем следующие пары. И так далее. Проходим по всем парам минутций, и таким образом мы учитываем все повороты нашего изображения, и в том числе и все возможные, ну тут еще и скейлинг возможен. То есть мы можем также и увеличивать, и уменьшать изображение, с учетом того, что ядро у нас четко фиксировано, привязано. Если же у нас, опять-таки дальше мы сравниваем по порогу, если же количество совпадений и в том числе и направлений каждой минутции не превышает какое-то значение по порогу, то это значит, что наши отпечатки идентичны. В противном случае они не идентичны. Конечно, такой подход, в данном случае мы видим, что у нас есть, вот в данном случае, в первых изображения у нас очень разного качества, и при этом, хотя это одно и то же изображение, один и тот же отпечаток, но при этом он у нас частично, ну вот здесь у нас есть частичное изображение, и тем не менее все равно, то есть найдя соответствующие пары минутций, мы можем сказать, что это один и тот же отпечаток. Вот, таким образом это работает. Ну, собственно, вот здесь еще раз, что касается алгоритма, то есть основного подхода, это вначале мы улучшаем качество, используем фильтры Габора, очень мощный инструмент, после этого ищем ядро дельту, используя индекс планкере, дальше бинаризуем, скелетонизуем изображение, и после этого это нам позволяет очень легко находить минутции. Мы их дальше фильтруем, и после этого мы можем сопоставлять наши изображения отпечатка пальца для того, чтобы решить задачу аутентификации. Ну и вот если кто-то в дальнейшем захочет заниматься, будет интересоваться этой проблематикой, я могу порекомендовать вот эти первые две книги, в которых достаточно много информации. Это очень полные книги по тому, как строятся различные системы, там приведены различные подходы к аутентификации изображений. Ну, остальные две, но это вот, что касается русскоязычной литературы, и какие-то статьи, я привел две как бы по классическим алгоритмам. Собственно говоря, все. Спасибо. Спасибо. Такие различные вопросы. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос. А можно решать эту же задачу с помощью гип-лернинга? То есть не окажется, что, допустим, на одном уровне у нас выделятся вот эти минутцы, на другом — ядра, на третьем — дельты? Вы пробовали? Есть такая литература, что-то об этом? В основном, ну, вообще есть, но в основном используют классические нейронные сети, но в данном случае, скажем так, литературы по определению минутцы с помощью нейронных сетей такого я не встречал. Но, например, литература по… Есть очень много методов по использованию текстурных признаков, там вектор-градитель мы берем, либо же мы берем каким-нибудь вейвлет преобразования самого изображения, из которого мы можем вытащить определенные частотные признаки, да, там, текстурные признаки, и сверху наложить нейронную сеть. Да, в принципе, такие подходы есть. То есть и так тоже делают. Но как бы… В данном случае я просто хотел рассказать вот этот альтернативный подход. Это классический подход. Вот так делается в большинстве случаев. И еще вопрос. Аджин, перед скелетизацией инверсия не даст ничего нам? Или она делается? Ну, в принципе, можем делать, да. Во-первых, нам нужно понять вообще… Вообще, грунт… В каждом случае мы смотрим, что нам лучше, да? Да, да, да. Но на самом деле для поиска минутцы дело в том, что, как я уже говорил, что два типа минутцы, и это одно и то же на самом деле. Вот они. То есть это окончание и разветвление. Если сделать инверсию, то окончание станет разветвлением, а разветвление – окончание. А старовок – это у нас, значит, два… Сочетание двух окончаний, да? Да, да. Ну, то есть вот если перевернуть, да, вот это будет черная, она такая толстая линия, которая потом станет тонкой, то мы здесь видим, что вот это просто… Вот здесь окончание линии, да. То есть на самом деле это один и тот же признак, только вот в инверсии изображения. Еще вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а при подготовке изображения как масштабирование… Эти сканеры могут быть с разным разрешением, правильно? Да, да, да. Как подготовка изображения для сравнения происходит? Тут вот какой нюанс. значит, минутцы извлекаются изначально, а вот этот этап, он уже происходит на этап убирания с вот этого растяжения, как бы он происходит на этапе матчинга. Когда мы берем и просто и сопоставляем минутцы, таким образом мы сразу делаем матчинг. Вот мы сопоставили ядра для того, чтобы нам сопоставить… У нас есть некоторое поле, да, скажем, на таких минутцы, и точка ядра, и если есть, то точка дельты. То, что мы делаем? Мы вот, да, ну вот здесь. Мы взяли дельту, взяли ядро, и здесь ядро. Их сопоставили. И дальше мы берем пары минутцы на одном изображении и на другом изображении, и мы сразу их масштабируем. То есть вот у нас есть оригинальное изображение, и есть изображение, ну вот, которое, да, например, которое мы получили, которое сходим сравнить. Взяли вот эту точку, ну, какую-то вот эту точку. Соответственно, сразу раз, и все отмасштабировали. Их сопоставили, и все остальные точки отмасштабировали. И считаем, совпали ли все остальные точки. Если не совпали, значит, ну, неправильно. Как бы, если совпали, то тогда, значит, и тот отпечаток. Если не совпали, берем следующую точку и так далее. То есть таким образом мы автоматически решаем задачу скейлинга. Ну, может быть, почему? Ну, как? Стопроцентного имидит все минуты со всеми минутами? Нет, нет, конечно, да, конечно. Стопроцентного никогда не может. На практике оно не бывает. Теоретически, конечно, возможно, что все минуты совпадут со всеми. Расстояние меряется именно в сантиментном смысле, в расстоянии или в количестве линий, которые между двумя точками. Мы можем задать какое-то условное расстояние, выбрать какую-то единицу измерения расстояния. Ну, то есть, как правило, вообще здесь просто не нарисовано, но, как правило, здесь строится граф на всех этих минутах. И дальше, значит, и вычисляются длинные. этого графа, и мы можем сопоставлять даже графы. То есть, вот я вижу просто, что расстояние может мериться в количестве... Можно, можно, да, но тут можно и так, да. То есть, мы можем вычислить частоту. Есть и такие подходы. Но там есть большое количество разных. Там есть разные дескрипторы, также накладываются. То есть, не только там, например, направления. Еще там берутся какие-то текстурные, например, дескрипторы вокруг минутцы. Они тоже сравниваются. Задачно много. Это просто... Вот это классика. Классический подход. Он работает, конечно, не самым лучшим способом. Каждый из этапов можно улучшать и улучшать. Да, да. Аутентификация, да. Ну, а что здесь, собственно говоря? Ну, здесь просто несколько фильтров, и дальше у нас мы получаем конечное число точек, и у нас получается конечное число вот этих вот сопоставлений. Поэтому алгоритм достаточно быстрый. Спасибо. Тогда, если вопросов больше нет, давайте еще раз поблагодарим доказательства. Спасибо.